Здравствуйте! Как и обещал в прошлом ролике, рассказываю о своем первом луке. Это полностью пластиковый лук Geologic Intech 2, который сделан не в Китае, а в бывшей французской колонии Тунисе. Лук традиционный, рекурсивный, с полным комплектом отверстий под олимпийский обвес. Я временно купил пластиковую полочку, которая будет заменена на металлическую. Также к седлу я приторочил силиконовые накладки на тетиву, что позволяет стрелять без перчатки. Прошу знатоков подсказать, влияет ли это каким-то образом на качество стрельбы. По совету бывалых лучников оснастил тетиву глушилками из шерстяной нитки. Для удобства стрельбы изготовил в своей столярной мастерской деревянную подставку под лук и стрелы. Получилась подставка очень удобная и функциональная. Три ноги позволяют установить подставку на любой неровной поверхности. Вместительный деревянный колчан вмещает большое количество стрел, которые легко и быстро извлекаются при стрельбе. Мишень у меня пока временная. По-быстрому скрутил на саморезы подставку из старых досок и установил на нее картонную коробку, набитую сухим мягким бытовым мусором. Точнее две коробки, установленные одна на другую. Толщина каждой коробки около 20 сантиметров. При выстреле на полном вытяге с расстояния 5-6 метров стрела проникает в стрелу-уловитель на 14-15 сантиметров. Теперь немного о стрелах. В первом своем ролике о стрельбе из лука я демонстрировал стрелы, купленные в российском интернет-магазине. Сегодня хочу показать основной набор стрел, приобретенных на Алиэкспресс. Это недорогие карбоновые стрелы с резиновым оперением. Они немного длиннее тех, которыми я стрелял до этого. Нужно к ним привыкать. Стрелы имеют обычный спортивный наконечник. Ну, а теперь пора стрелять. Арбуз сей, хоть и спелый на вид, оказался несочным и невкусным. Посему приговаривается он к смертной казни через расстреляние из лука. Алиэкспресс Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»